Наверное, многие из тех, кто смотрит это видео, слышали, что можно сдавать кровь за деньги. Как это выглядит и сколько за это платят, вы узнаете на личном опыте фартового коллекционера. Донором крови в Украине могут быть люди в возрасте от 18 до 60 лет и весом от 50 кг. Есть еще очень важные рекомендации. Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. За 72 часа не употребляйте лекарства, содержащие анальгетики. Обязательно хорошо высыпайтесь и не курите до сдачи крови минимум за час. Ходим в Харьковский областной центр службы крови по адресу Клочковская, 366. Дезинфекция рук и просят надеть бахилы. Красивые, смотрите, как я. И я отправляюсь в регистратуру. Там выдают анкету с разными вопросами. Ваш рост, вес. Ну, если вы не знаете, то прямо там можно померить. Были ли у вас татуировки в течение года или какие-то аллергические заболевания. Идем на второй этаж. Довольно светлое и современное помещение. Ну, я готовился к чему-то другому. В этом кабинете берут кровь из пальца для анализа группы крови на резус-фактор. Так что, если вы давно хотели узнать, здесь это сделают для вас. И сразу на месте все определили. Очень быстро. При желании можно поставить в паспорт штамп с группой крови. Дальше идем к терапевту. Измеряем артериальное давление. Ну, я в первый раз вижу такой аппарат. Ну, как мне сказали, он очень современный. И отвечаю на дополнительные вопросы о здоровье. Вы получаете небольшое медицинское обследование. После этого получаю талон и отправляюсь в буфет за сладким чаем. Здесь очень свежий батон и безумно сладкий чай. Люди харькальца не ходят, да, вот сдавать? Ходят, ну, когда вы, в субботу, в субботу прям было. Дальше отправляюсь на следующий этаж для сдачи крови. Попросили дополнительно надеть бахилы и есть камеры хранения, чтобы не заходить с лишними вещами. Светлое и просторное помещение с современным оборудованием. Присаживаюсь в кресло и начинаем. Кстати, прием доноров обычно проходит с 8 утра до 15 часов. Стандартная сдача крови 450 миллилитров. У вас сколько примерно по времени обычно стоит? 5-7 минут это норма. Как только на весах будет 450 миллилитров. Сигнал подаю из рукавой. Перед сдачей вам обязательно дома следует поесть. Можно кашу, не на молоке, а на воде. Можно фрукты, чай, печенье. После сдачи крови чувствую себя отлично. Предлагают немного отдохнуть в комфортном зале и попить водички. Физические нагрузки сегодня у нас за дня полный не было. Август месяц это сезон отпусков, каникул, болезней. Нет никаких выходных отпусков. Люди продолжают болеть всегда. И во время отпусков все время выходных. И нужно помогать, нужно сдавать кровь и быть донорами. Поэтому приобщайтесь, приходите. Всегда будем рады. Всех ждем. Опускаясь в регистратуру, где выписывают освобождение от работы, и талон в кассу. Как я узнал, есть два формата оплаты за сдачу крови. Первый это 16 гривен за 100 грамм. Получается 72 гривны за сдачу стандартной дозы 450 миллилитров. И второй вариант это добровольное безоплатное донорство. Я выбрал такой вариант. При этом вас могут накормить обедом. Но тут нет столовой. Так что дают компенсацию на питание. В размере 60 гривен. Которые я и получил. Ну и конечно фартовыми монетами. А в следующих выпусках мы поищем редкие и дорогие среди этих монет. С уверенностью могу сказать, что заработать денег на сдачу крови у вас не получится. Это все-таки благотворительность. Ссылку на Харьковский областной центр службы крови я оставлю в описании. Обязательно переходите и посмотрите, что нужно, чтобы стать донором. И спасибо за просмотр. Всем здоровья, удачи и фарта. Как в поиске монет, так и просто в жизни. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok